В Сарапуле подвели итоги работы туристического кластера Камский берег. В ходе заседания круглого стола лидеры туриндустрии республики обсудили календарь событийных мероприятий, турмаршруты и перспективы развития. Также на мероприятии были представлены концепции фирменного стиля и карты маршрута «Город рыжей девочки» от дизайнеров из Москвы. 10 апреля в Сарапуле собрались участники кластера Камский берег, чтобы подвести итоги работы за 2017 год и определить перспективное направление дальнейшего развития. На круглый стол собрались представители туристического бизнеса со всей республики. А специальные гости мероприятия бренд-стротег Наталья Рыбальченко и дизайнер Игорь Маковский из Москвы представили сообществу презентацию концепции фирменного стиля и карты маршрута «Город рыжей девочки». Маршрут «Рыжей девочки» в рамках бренда «Города свидание с купеческим городом» – это отрисованная карта, очень внимательно, где каждый домик прорисован. Это навигация в городе туристическая. И, собственно, наши карты, о которых мы будем говорить, это не просто даже один маршрут, Это целая такая графическая система для туриста и для жителей города, которая позволит хорошо ориентироваться в городе, вдохновляться городом. И, собственно, один из вариантов пройти этим самым маршрутом, который любят жители. Разрабатывая графический стиль маршрута «Город рыжей девочки», создатели старались притворить в жизнь трогательную графическую историю, которая может использоваться одинаково успешно и в производстве сувенирной продукции, и в элементах городской навигации. То, что существует в Сараполе давно, исторически, было придумано Теаной Борисовной Пегановой, Но, к моему большому сожалению, это все было как броновское движение. Каждый музей, каждое турагентство, каждое кафе, каждое это дело совершенно по-своему. Теперь появился какой-то объединяющий лепмонтиф, и наша задача, что те графические образы, те идеи, которые мы придумали все вместе, они поросли корнями, чтобы это не остался просто отчет бумажной на полке. В ходе работы над «Историей рыжей девочки» дизайнер Игорь Маковский день за днем изучал Сарапол. И с помощью современных технологий виртуально путешествовал по его улочкам. Весь город изъездил на панорамах на сайте, в гугле, и через каждый угол у меня просто не было в Сараполе, когда я рисовал это. И задача была, каждый домик просмотрел, выбрать там, мы с Полиной Павловой вместе выбирали, что самое интересное, что отрисовать. В результате получилась такая анимированная история, которую она может и в мультфильм тянуть, она будет в навигации, она будет в некоторых кафешках, она будет, ну, хочется, чтобы она стала такой интересной, любимой темой. Новые интересные идеи рождались и при изучении плана города. Когда увидел Сарапол, я понял, что он прямоугольный, такие улицы, вот центр, вот, и очень похоже, честно говоря, на шоколадку. Вот, я подумал, ну, надо ее сделать, почему-то, как карта, что была в виде шоколадки, прям по плиточкам, вот, каждый квартальчик, такая, как плитка. Вот, и это, потом увидел карту 19 века, она тоже такая, вот, под прямыми углами, вот, и как-то с этого пошло, потом понял, что домики, они все такие классные, такие отдельные домишки, вот эти модерн-стиль. Далее, в рамках предложенной дизайнерами концепции, специалисты туриндустрии разрабатывали событийные мероприятия, сувенирную продукцию и маршруты. Да, Сарапол может быть гастрономическим, а еще он может быть очень тонким, интересным, и те, кто находит себе силы найти эти смыслы и вот эти путешествия во времени, да, для себя открыть, почему, почему, почему нет. Ну, это для тех, кто ищет, развивается, читает, думает, да. Как говорят организаторы, совсем скоро результаты проведенного нетворкинга мы сможем увидеть в новых туристических продуктах, а также элементах городской навигации, чтобы во время свидания с купеческим городом никто не сбился с пути. На прошлой неделе в Сараполе состоялось итоговое совещание рабочей группы по обсуждению заявочной документации на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 6 апреля в Сараполе состоялось итоговое совещание рабочей группы по обсуждению заявочной документации на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Мы направляем заявку в Министерство строительства. Министерство строительства отправляет уже заявку в Москву, если бы сочтут нужным. Из 20 по 27 заявка должна быть направлена в Министерство России. Выбор территорий для участия в конкурсе состоялся на заседании Общественного совета города в конце февраля. Из шести предложенных пространств путем открытого голосования было выбрано две территории в центральной части города. Это участок улиц Красноармейская и Советская, а также продолжение реконструкции набережной. Общественность, что порадовало, приняла активное участие у нас, вплоть до того, что предприниматели рисовали эскизы, свои предложения. Очень серьезно проработали проектировщики. Работали буквально сутками, потому что, я повторюсь, время на подготовку нам было отведено очень короткое. В ходе заседаний рабочих групп проектировщиками, предпринимателями и общественниками тщательно прорабатывался каждый объект и предлагались интересные варианты его наполнения. Это продолжение пешеходной зоны вдоль набережной реки Камы, вплоть до лодочной станции. Естественно, с освещением, со скамейками, с детскими игровыми площадками. Далее появится дополнительный спуск Камы в районе улицы Степана Разина с амфитеатром, с местом, где можно спуститься к Каме, посидеть, отдохнуть. Ну и самое, может быть, такое интересное для горожан – это мостик на остров Безымянный, пешеходный мостик, для того, чтобы наши предприниматели смогли организовать там пункты проката спортивного инвентаря, а на острове Безымянным сделать сеть тропинок, дорожек, чтобы можно было его задействовать как зону отдыха. Комфортную для прогулок горожан зону по проекту планируется организовать и на центральных улицах. Мы планируем и предлагаем сделать хорошую пешеходную зону, это почетной стороне, от детской больницы до центра города, тем самым взаимоввязать уже выполненное благоустройство и существующую территорию, установить остановки, предложение есть, чтобы на остановках был Wi-Fi, зоны отдыха. Напомним, что решение дополнительно поддержать малые города и исторические поселения было принято в 2018 году президентом страны. По итогам конкурса будут отобраны примерно 80 лучших проектов, на реализацию которых будет выделено от 30 до 100 миллионов рублей. В Сарапуле стартует месячник по санитарной очистке города. Контролировать проведение работ, помимо управления жилищно-коммунального хозяйства, будут сотрудники муниципальной милиции. Нарушителей правил благоустройства ожидают административные санкции. С наступлением весеннего сезона постановлением администрации Сарапула объявлен месячник по санитарной очистке города. Продлится он с 15 апреля по 31 мая. В этот период физические и юридические лица, организации, предприятия, расположенные на территории города, должны будут провести санитарные мероприятия по очистке своих территорий. Мы рекомендуем принять участие в общегородских санитарных мероприятиях, в субботниках, которые будут организовываться управлением благоустройства, администрацией города на территории нашего с вами родного города. Все вместе мы сделаем с вами город чище, краше. Обязанности своевременно вывозить собираемый мусор возлагаются на собственников территории. Для этого управлением благоустройства будет осуществляться выдача талонов. Крупногабаритный мусор на полигоне твердобытовых отходов будет приниматься через весы по установленному тарифу. За тонну выходит менее полутора тысяч рублей. Всех любителей выставлять мешки с мусором вдоль дорог под предлогом субботников ожидают штрафные санкции. Штраф на физических лиц это от 500 до 2500 тысяч, в зависимости от интерпретации статьи нарушения, на должностных лиц от 3 до 5 и юридических 15. Нарушителей правил городского благоустройства выявляют и до наступления субботников. Ежедневно сотрудники муниципальной милиции фиксируют несанкционированные свалки мусора в жилом секторе. В данный момент мы находимся около дома по улице Трактовая 12. На территории многоквартирного дома размещен мусор, который не убирается уже в течение недели. Мы проводим уже повторную фиксацию, после чего будут представители собственников этого дома либо представитель управляющей компании приглашен на составление административного протокола. Повторная фиксация нарушения – наглядный показатель работы обслуживающих организаций. Ведь согласно правил благоустройства, уборка территорий должна проводиться ежедневно. Наказание нарушителям определит административная комиссия. Городская управляющая компания, в чем видении находится данный дом, проблему видит в безразличии его жителей. А это дом по адресу Ленина, 11. И вновь нарушение. С юго-восточной стороны дома после таяния снега проявилось большое количество мусора. Сотрудниками муниципальной милиции мусор зафиксирован был неделю назад. Значит, вот сегодня мы проверяем, никаких действий не предпринято по уборке, по содержанию территории. Также с торца дома размещен строительный мусор, остатки обрешетки какого-то балкона. Это также все лежит неделю, никуда не убирается. Ответственных за уборку территорий также ожидает административная комиссия. Ну, может быть, то, что подгребает дворник пока потихонечку, там же солнечная сторона подгребает, поэтому мы сразу говорим, что скоро субботники начнутся, все равно надо убирать. Может быть, вот с этим связано. Похожая ситуация в районе Эликонт, на территории обслуживания Сарапульской управляющей компании. Вновь бутылки и бытовой мусор, которые, если вовремя не убрать, будут замаскированы выросшей травой и останутся на том же месте до наступления следующей весны. Дворник у нас убирается ежедневно. Разберемся? Обязательно уберем. Как говорят муниципальные милиции, здесь начали работать жестче и без предварительных уведомлений собственников о нарушениях на их территориях. В прошлом году при выявлении права нарушения сотрудники направляли уведомление либо ТСЖ, либо управляющей компанией, нарушителю направлялось уведомление на устранение. Люди просто сидят и ждут, когда им укажут, что у них образовался мусор. Сами за своей территорией они обязаны следить сами. Итак, санитарный месячник по благоустройству в Сарапуле стартует 15 апреля. Вопросом вывоза мусора с территории занимаются собственники и ответственные лица. Выставлять собранный мусор вдоль дорог без предварительной договоренности на вывоз запрещено, а после повторной фиксации на объектах нарушителей ждет штраф. Как говорят сотрудники коммунальных служб, правила просты и понятны для всех. А при их выполнении Сарапул сможет наконец-то стать по-настоящему чистым и комфортным. Интересное открытие, новые знакомства по всему миру и съемки для новостной телепрограммы. Именно так завершилась подготовка к общегородской научно-практической конференции для ученика седьмого класса лингвистической гимназии номер 20. В своей работе юный исследователь рассказал про три Сарапула – удмуртский, индийский и космический. 12 апреля – День космонавтики. А знаете ли вы, что существует астероид, который носит имя нашего города? И как раз в эти дни он находится над Удмуртией. Подробности об этом нам рассказал обычный сарапульский школьник. О том, что во Вселенной существует астероид Сарапул, ученик седьмого класса Николай Севсик рассказал в своем исследовании на городской научно-практической конференции. Астероид. Его открыл астероном Рик Эуст и назвал Сарапул именно в честь нашего города. Он был посвящен книгами биолога Питера Пауса. Он всегда путешествовал своим котом. И вот он путешествовал по нашему городу и писал книги. В итоге Рик Эуст и назвал астероид Сарапул. Небесный Сарапул или астероид 268-51 прямо сейчас находится в небе над нами. Он останется там до конца апреля. Диаметр астероида Сарапул более 6000 километров. А в описании на официальной странице НАСА говорится. Сарапул – русский город на Каме. Был основан в 16 веке и служил торговым центром на пути в Сибирь. Еще одно упоминание о Сарапуле уже на территории индийского штата Бенгал. Николай нашел, когда проверял погоду на англоязычном сайте. И был очень удивлен, когда ему предложили на выбор Сарапул в России или Сарапул в Индии. Оба города даже имели одинаковое написание на английском языке и одинаковые ударения на втором слоге. Я начал переписываться с человеком из Сарапул, из Индии, Бишну. Он мне рассказал про климат, про то, что у них сборы урожая. Начинается в феврале и в марте. Там у них картошка растет. Я с ним поделился, когда информация, что сейчас у нас минус 20 было. Он в недоразумении спросил, что такое минус. В индийском Сарапуле в настоящее время проживает около 8 тысяч человек. Расстояние между нашими городами более 4 тысяч километров. А название переводится как «город у реки». Как считают Николай и его научный руководитель Надежда Козлова, это подтверждает версию Алексея Шепталина об индийском происхождении слова «сарапул». Научно-практическая работа, исследовательская, развивает ребенка во всех областях. Он учится анализировать, собирать материал, выбирать то, что нужно. Данная работа Николая была на английском языке, поэтому она еще и позволила ему углубить свои знания английского языка. Исследовательская работа Николая Севсика отправлена на хранение в Сарапульский музей, в Удмуртскую национальную библиотеку и готовится к публикации в одном из изданий. Также своими знаниями о Сарапуле юный исследователь делится и со сверстниками со всей России. Совсем недавно он вернулся из Международного детского центра Артек со смены разговор на языке искусств. А в начале апреля принял участие в вочном проекте Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом» в Санкт-Петербурге. Внимание! Полигон твердых бытовых отходов принимает некрупногабаритный мусор до 50 кг, упакованный в мешки бесплатно. Прием мусора от граждан весом не более 50 кг бесплатно – практика не новая, а уже существующая. Сюда не входит крупногабаритный мусор. Такие вещи, как диваны, кровати, ящики. В свою очередь, хочу сказать, что мусор на полигоне принимается в пакетах или в мешках. Другими словами, это тот мусор, который ежедневно собирается в мусорных ведрах в каждом доме. Для его приемки на полигоне установили даже целый ряд контейнеров. Привези свой бытовой мусор на полигон сам. Так, другими словами, можно сформулировать это правило. Администрация полигона просит не пренебрегать им и не выдавать под видом бытового мусора строительный или крупногабаритный. Эти 12 контейнеров как раз и предназначены для того мусора, который горожане привозят сами. Привези свой пакет с мусором можно в любой день с 8.30 до 20.30. Сделано это в целях санитарной очистки территории нашего города. Для того, чтобы граждане, не имеющие договора на вынос, так скажем, утилизацию мусора, имели возможность приехать на наш объект, на наш полигон. И, соответственно, реализовать свое право вынести бытовой мусор, который возникает в жизнедеятельности постоянно. Главная цель такой инициативы – дать возможность сознательным горожанам утилизировать мусор цивилизованно, не засоряя город. Но отказываться от договора на вывоз мусора горожанам осталось недолго. Уже с 2019 года он станет обязательным для всех. С 1 января 2019 года обязательным заключением договора на вывоз мусора определить субъект Российской Федерации регионального оператора по обращению с отходами. И все граждане, независимо от желания, должны будут заключить этот договор и осуществлять вывоз через регионального оператора. Итак, подытожим. Полигон твердых бытовых отходов Сарапула принимает от горожан мусор в пакетах весом не более 50 килограммов. Если у дежурного возникнут сомнения по поводу габаритов и веса мусора, он попросит пройти на весы. Это все новости на сегодня. Смотрите наши программы по телевидению по понедельникам и четвергам, а также в удобное для вас время в сети интернет. На официальном сайте администрации города Сарапула и его страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды, добрых вам дел и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok